Друзья мои, всем салют, это я Романович. Примерно где-то около двух месяцев назад мы с вами рассмотрели вот этого красавца, Infinix Note 30, и он меня на самом деле покорил. То есть за 15 тысяч рублей ничего близкого в данный момент у конкурентов я не видел. Возможно сейчас за это время что-то появилось, там например какой-нибудь Technopover 5 вышел, примерно тоже за эти деньги, но разговор идет как раз-таки о двух месяцах назад, и ничего подобного не было, короче, блин, линейка Note 30 прям ворвалась с двух ног. И вы мне тогда писали в комментариях, что это еще цветочки. Ты посмотри, какой красавец вышел Infinix Note 30, там за 20 тысяч с небольшим рублей мы получаем, а я сейчас вам покажу, что мы получаем. Мы с вами получаем Amoled, это первый момент, мы с вами получаем 120 Гц, это второй момент, 5000 мАч батарейка, Helio G99 процессор, 108 мегапиксельную камеру, опять же JBL звук, как это было и в случае с Infinix Note 30 обычным, 8 гигов оперативы, 256 гигабайт, мать его накопитель, 68-ваттную зарядку и самое важное, аллилуйя, беспроводную зарядку еще в придачу за 20 тысяч рублей. Ни одного в данный момент нет аппарата, даже близко, и за 25 нет, и за 30-ку, по-моему, практически нет ничего, чтобы вот на нашем рынке купить, не там, где-то в Китае, где есть беспровод, при том, что важно, да, беспровод, когда девайс сам может заряжаться, и когда девайс может заряжать другие девайсы, когда-то вот так вот сверху на него положишь. Наушники, например, там, часы можно заряжать и все вот остальные истории. Все это за 22 тысячи рублей у официалов, если вы идете, покупаете, и если вы внимательно следите за моим телеграм-каналом, то можно за 1020 его купить где-нибудь на Вайлдберсе, на Озоне, порой выпадает очень выгодная цена. Я отходил с ним уже целую неделю, даже, наверное, уже практически две недели, и готов с вами поделиться всеми возможными эмоциями, нюансами и подробностями. Погнали! Фронталка на 32 мегапикселя, вот это вообще интересно, и беспроводная зарядка на 15 ватт, вот что я вам еще не озвучил. В комплексе у нас с вами идет стекло, вот здесь вот прям вообще огромный респектос. Есть вот такой вот уже прокачанный чехол, я его уже целый месяц, целый месяц, господи, две недели относил, но здесь на самом деле офигеть, и живого места нет на этом чехле. 68 ватт зарядка и стандартный Type-C-шник. 68 ваттный адаптер, подымает батарейку, где-то плюс-минус за 45 минут. От нуля, точнее, от 1% до 100, за 45 минут. Опять же, для этого ценового сегмента это очень уверенный показатель. Внешка достаточно стандартная для Infinix, здесь нет ничего особенного. А вот что касается материалов, я здесь остановился. Сзади стекло, причем, что важно, на Infinix Note 30 обычном тоже сзади стекло. Это мне потом уже написали в комментариях, типа, какие пластики, это стекло, Infinix настолько серьезен в своих бюджетных девайсах. И здесь мы тоже с вами получаем стекло. Опять же, практически все аппараты в пределах 20-ки, в 2023 году, которые делаются, там вот просто сплошняком пластик, сплошняком. Да там и за 25, и за 30 тысяч рублей пластик, здесь у нас стекло. Красавцы, слушайте, красавцы. Металл. Да, это реально металл. Я в том, что вот, несмотря на то, что две недели эксплуатировал, вообще вот как-то не заморачивался, он у меня в чехле был. А это металл. Металлическое здесь основание. У блока камер здесь есть небольшой глянец. Вот такие вот глаза огромные, опять же, типичные для Infinix. Рамка здесь у нас пластиковая, на металл не приходится рассчитывать. Понравился лоток. Он здесь полноценный, не комбинированный, полноценный. То есть две симки закидываете, и также еще можно поставить флешку. При том, что это не тройная херовина вот такая вот огромная. А сейчас китайцы научились делать вот две симки, и на обратную сторону еще втыкается флешка. Здесь красавцы, хорошо. Красуется подпись JBL. Мы с вами подробно еще об этом всем поговорим. Ну и, собственно говоря, джек 3,5 тоже оставили. Здесь ничего нового. Амалетка. Очень классно, что именно в Infinix Note 30 Pro поставили амалетку. За 20 тысяч рублей тоже прям, да, 20 с небольшим тысячей рублей амалетка. Это хорошо. Работы максимально плавно. Вообще никаких здесь вопросов нет. 120 Гц на амалетке. Но это вообще совершенно другая история. Совершенно другой экспириенс, в отличие от 120 Гц на IPS. Не то, что я сейчас пытаюсь засадить IPS-ку, но просто кто пользовался после IPS-ки 120 Гц, амалеткой 120 Гц, ну вы сразу меня поймете, да? Да не то, что сразу, вы прекрасно меня понимаете. Ну это прям флагманский уровень. Ну не знаю, давайте ленту полистаем, чтобы было понятно. Ну это вот так вот листается. Это вот такой вот уровень экспириенса. Скрываем, сворачиваем приложение, не знаю, ну давайте еще на какой-нибудь Озон зайдем. Посмотрим, как здесь дела обстоят. Ну и здесь тоже будет все прекрасно. Здесь тоже будет все прекрасно. Куда бы мы с вами не зашли. А, к сожалению, здесь гугловской ленты новостей нет. О, мы сейчас вот так вот сделаем. Здесь у нас есть новости. Ну, кстати, здесь немножечко гугл, ну сам по себе гугл, скорее всего, немножечко дает подергивание. Хорошо, давай плеймаркет, чтобы прям зафиналить, добить. Ну вот, вот. Вот эти 120 Гц вас и ждут. При том, что не важно, где вы находитесь, вот кроме гугл хрома, везде, ну максимально плавно ты себя ощущаешь реально на прям таком серьезном флагманском девайсе. Значит, касаемо запаса яркости. Здесь полный порядок. Вот сейчас в данный момент у меня выкручена яркость максимально. Может быть, вас не слепит, но я вам так скажу, что это прям вполне хватает на улице, даже в яркий солнечный день. Амалетка есть амалетка. Если здесь, опять же, вспоминая Infinix Note 30, чуть-чуть ты себя как-то немножечко чувствовал некомфортно, даже на максимальной яркости, ну потому что IPS-ка, она слепнет на солнце, особенно летнем, то здесь вообще полный порядок. Касаемо Always on Display. Он здесь есть, нужно достаточно зайти в раздел персонализации, дальше заходим вот сюда, всегда отображать. Но, к сожалению, он здесь кастрированный, всего лишь 10 секунд. Можно разные часы выбрать, это все прикольно, анимации, цвета, но он обрезанный. Сканер отпечатка пальца. Работает молниеносно, никаких здесь вопросов нет, комар носа не поточат. Еще, кстати, хотел бы уделить внимание рамкам. Здесь они были, ну прям-таки, скажем, изрядно побольше. О, кстати, а давайте, чтобы было объективно и дисплеи сравним. В левую руку сейчас беру Infinix Note 30 прошку, и вот, пожалуйста, в другой у меня руке вправо здесь уже Infinix Note 30 обычный. И там, и там в данный момент яркость выкручена на максимум. Ну и, конечно, невооруженным взглядом видно, что дисплей, ну просто с разных планет. По рамкам я хотел пройтись, а давайте опять так же возьму, как я и до этого держал. Ну здесь, опять же, нижний подбородок Infinix Note 30 и его бюджетность так или иначе выдает. Теперь мы уже, наверное, с вами можем к железу переходить, да, планомерно. Что у нас здесь по железяке поставили? Чем хорош Infinix Note 30 Pro? Чем он готов нас удивить? Ничем. Ничем я забегая вперед вам скажу, потому что это тот же самый Helio G99. Вы уже с вами все это много раз видели. Я даже прямо особо концентрировать внимание не хочу. Он достаточно уверенно держит температуру, то есть не перегревается. 39 градусов это его максимальный показатель. По GPU все нормально, по CPU. Я бы здесь лучше даже внимание уделил памяти. Память здесь UFS 100% стоит 2.2. То есть вы видите скорость записи, вы видите скорость чтения, вы видите среднюю скорость рандома, вот тоже, пожалуйста, в этом плане хороши. Но опять же, такая же UFS-ка стоит и в обычном Note 30, здесь никакого нет удивления. Давайте вот просто коротко, еще раз освежим в памяти, в какие вы игры на Helio G99 можете нормально играть. Ну, standoff 2, разумеется, спокойно, при том, что максимальные настройки выкручиваете, и 120 FPS ставите, и все у вас будет хорошо. Что-то в районе там 110 прекрасно будет. Здесь вы даже, знаете, не столь проблему с железом словите, если вы переживали, пойдет ли здесь standoff 2. Прекрасно пойдет. Здесь проблема, как и на всех бюджетников, отзывчивость тача. Конечно, в standoff 2 хотелось бы, чтобы вот отзывчивость тача была получше. Но опять же, такая история у всех будет. Не важно, там вы тех накупите или Xiaomi, у всех будет такая отзывчивость тача. Ну и, наконец-таки, World War Heroes, Call of Duty, всевозможные танки здесь пойдут на высоких настройках. Короче, на Helio G99 можно гонять. Этот девайс можно в целом отнести к игровым устройствам, но игровые устройства с такой, знаете, запятой, с многоточием, не знаю, со звездочкой. Понятно, что полноценно здесь прям вот ввалить в Genshin хотя бы там на средних или высоких настройках 60 FPS не получится. Звук. Вот здесь вот интересная тема. JBL, понятное дело, все здесь подписывали. Нас сразу прогревали по поводу JBL-ки. Но даже не это самое интересное. Здесь достаточно неплохо вся эта история настраивается. Я на Note 30 так не заморачивался. Возможно, и там все так настраивается. Но здесь мне прям что-то захотелось поглубже узнать. Так, технология DTS, есть возможность поставить режим умный, музыка, видео, игра, использовать музыкальный эффект. Заходим сюда и здесь еще можно поднастроить. То есть есть возможность поставить широкий эффект спереди и традиционный. Басы подкрутить и вокал. Знаете, что мне говорят владельцы Poco X3? Вот там вот за камерой. Они говорят, что типа, а что так тихо? А что так тихо? Ну я не знаю, я не могу сказать, что тихо. Ну то есть типа он не проигрывает, разумеется, конечно, Note 30. Да и в целом там типа и техно Пова, я сейчас уже потихоньку гоняю, тестирую. Скоро вы увидите видос Пова 5. Примерно так же звучит. Но, разумеется, Poco X3 король. Ну типа, как ни крути, но попробуй дотянись до Poco X3. Сейчас даже все сами не могут до своего Poco X3 в свое время дотянуться. Короче, со звуком здесь порядок. Можно поиграться, можно накрутить так, как вам понравится. Есть объемчик. Но, с другой стороны, наверное, мне не хватило все-таки, как ни крути, вот более разительного отличия от Note 30. Ну все-таки это же прошка. Ну как-то вот, ну помимо еще там вот этих вот беспроводных зарядок и дисплеев, ну можно было как бы, может, со звуком поиграться. А здесь абсолютно те же самые динамики. Давайте про беспроводную зарядку. Покажу, как это все активируется. И еще расскажу, как она нас спасала совсем недавно. Заходим, значит, в марафонскую выносливость, настройки энергопотребления. И здесь у нас есть, во-первых, кстати, умная зарядка, поддерживая девайс. Он будет подстраиваться непосредственно под ваш сценарий использования. Прикольная тема. Но она, опять же, сейчас, по-моему, на всех Infinix есть. И вот она обратная беспроводная зарядка. Вот таким образом мы с вами ее активируем. Ну после этого, блин, я не знаю, что вас тут рассказывать, учить. Давайте вот этот iPhone замечательный положим и подзарядим. Ну все, все, он погнал заряжаться. Я не знаю, как вам это показать. Возможно это показать? Да. Ну возможно это показать. Короче, он заряжается. Все прекрасно. Но даже, как бы, не это самое радостное, да, что он заряжает другие девайсы. Самое радостное, что он может подпитаться от других девайсов. Мы когда погнали на рыбалку, а именно я его взял, причем две ночи ночевали. Сначала это все хорошо, у меня прекрасно было с зарядом, а потом вот он на следующий день подсел ближе к обеду. И я такой, типа, ага, зарядку-то я не взял. А у меня есть прекрасные флагманы. Samsung Galaxy S23, есть Xiaomi 13. Я не долго думаю, такой, блин, это кайф. Я свой бюджетничек положил сверху Xiaomi 13 или Galaxy S23, по-разному там было. И он лежит, заряжается. То есть, если бы не было такой фичи, как говорится, вот я себе тоже часто задаю вопрос, а нахера мне нужна беспроводная зарядка? Главное, чтобы девайс стоил подешевле, и можно без беспроводной зарядки обойтись. Вот эти вот буржуйские фичи оставьте в стороне. Но нет, вот сам сейчас понял, когда съездил на рыбалку, что дома, может, она мне и не нужна. А вот на рыбалочке, вот в такую ситуацию, когда не взял кабель, нет возможности подпитаться. Хотя, да, там, как бы и пауэрбанки есть, и машины есть. Опачки, и все, и я остаюсь на связи. Касаемо самой батарейки, напоминаю, что здесь 5000 мАч, и я не мог поступить иначе. Я ее решил потестить в реальной жизни, как мы всегда это и делаем, чтобы у вас было вот прям наглядное понимание, насколько этого аппарата хватит, и насколько AMOLED на самом деле решает проблемы батарейки 5000 мАч. Доброе утречко с утра, время 10.30, 100% ровно, снимаем зарядки, и начинаем этот день. Время час 12, этот день подходит к концу, 31% остался, и экранное время 5 часов 25 минут. И вот примерно такой сегодня был сценарий использования, достаточно обширный. Вы видите, сколько здесь всего, много интересного. Всем доброе утречко с утра, время 8.35, никаких ночных жоров нет, был 31%, стал вот буквально сейчас на глазах 29%. Время 14.22, 2% ровно осталось, экранное время 7 часов 15 минут. Сегодня у меня была ВКшка, Ютуб, навигатором пользовался, в Телеграме кружки записывал, ну и мобильный интернет работал. Да, вот примерно как так. Что по камере? Здесь на самом деле нужно понимать две вещи. Есть режим 108 мегапикселей и отсутствует ширик. Да, к сожалению, пока еще в этом ценовом сегменте мы шириком не можем рожиться. Ну и фронталка здесь на 32 мегапикселя, что хорошо. Опять же, у конкурентов, у многих будет что-то там в районе 16 мегапикселей. Это будет вот это вот стандартное мыло. Я не скажу, что здесь прямо вот 32 мегапикселя настолько сильно все решают, но все-таки фотографии получаются почетче. И плюс еще также на фронталку доступна 2К съемка, что в принципе тоже неплохо. Хотя, с другой стороны, лучше бы здесь, наверное, было доступно 60 FPS. Давайте вы посмотрите, что у меня получилось. Там сочные кадры я вам привез с рыбалки. Прочувствуйте всю эту атмосферу, а потом вернемся и обсудим. Продолжение следует... Мне кажется, за свои бабки он фотографирует, ну прям уверенно. Ну прям хорошо. Поэтому за камеру здесь смело можно поставить, там, если по 5-балльной шкале брать. Ну, четверочку прям 100% уверенно, уверенно. Четверочку с гаком даже можно вот так поставить. То есть четверочку с небольшим плюсиком. Хорошая камера. Фронталка тоже, на самом деле, здесь у меня претензий нет. Многие девайсы этого ценового сегмента, ну прям такое мыло ставят. Здесь, ну, достаточно неплохо получается. Такие уверенные, хорошие картинки. Тест видео. Full HD, 60 FPS. 2К не вижу смысла ставить, хотя они здесь есть, потому что всего лишь 30. Достаточка. И это плюс-минус будет понятно. У нас уже потихонечку дело движется к осени. Несмотря на то, что уже календарное наступило, но все равно. У нас еще лето продолжается. 30 градусов. Мы вот на рыбалочку выехали. Но вот видите, да? Осень уже тоже прям такие... Очень-очень в спину дышит. Вот мангальчик. Уголь березовый. Здесь мы расставили вот таким образом шатер. Вот. Ну и здесь палатка. Мы вчера ее передвигали всеми возможными правдами и неправдами. Она у нас стояла и вот здесь вот. Она у нас стояла и вот здесь вот. И вот здесь вот. То есть, когда начинается солнце, ты начинаешь ее двигать в течение дня. Если хочешь отоспаться, рано встал на рыбалке. Вот. И ты ее начинаешь во все возможные углы. А изначально она стояла вообще вот там вот. Тест фронталки. 2К разрешение. На секундочку. 2К разрешение. Но, к сожалению, плавности нет никакой. При том, что на Full HD тоже 60 FPS недоступно. Ну, давайте посмотрим на стабилизацию. Сделаю пару шагов, чтобы вы опять же понимали, что к чему и почему. Автофокуса здесь не завозило. Вот сейчас у меня такое освещение. Достаточно, ну, не самое приятное для мобильной съемки. Может чуть-чуть так темновато. Вот. Несмотря на то, что все фонари горят. Ну, это же как бы комнатное освещение. И вот практически шумов, по крайней мере, здесь на дисплее я не наблюдаю. По звуку. Сейчас можете тоже понять, что к чему. И что я еще хотел сказать-то? Наверное, все. Что мы с вами имеем в итоге по Infinix Note 30? Ну, на самом деле, труба топейшая. Ну, прям конкретно. В пределах 20-ки, если меня кто-то спросит, там, 20-ки с небольшим, в пределах 22 тысяч рублей, окей, кто хочет прямо до конца, до каждой копеечки. Я вам скажу, что с уверенностью могу рекомендовать. В данный момент, на самом деле, конкурентов у него немного. Ну, то есть, первый, кого бы я выделил, это Poco X5 потенциальный конкурент. Там тоже, как бы, и амолетка есть. Там тоже и 120 Гц. Там, вроде бы, и неплохая камера в целом. Ну, и Snap 695, не пальцем деланный. Можно его конкурентом отнести. Но, опять же, там некоторые есть свои нюансы и минусы. Прямо вот так вот оголтело бежать и рассматривать его, я бы не сказал. Но в голове держать его стоит, если все-таки задумаетесь себе покупать телефон в пределах 20-ки. Ну, и еще Tecno Common 20 Pro. Обычный, без приставки 5G. Просто обычный Common 20 Pro. Тоже можно рассмотреть. У него похожие будут характеристики. И Helio G99 процессор. И амолетка будет на борту. Единственное, что зарядка будет гораздо меньше. Без провода не будет, это железно. JBL звука не будет. Ну, и комплект, я думаю, разумеется, другой. Чехол и вот эта вот вся остальная история. А, и фронталка будет поменьше. Ну, как бы, видите, да, нюансы. Хотя стоят точно так же. И это можно самое смело сказать про Poco X5. У него и с фронталкой будет немножечко по-другому, и со звуком будет другой. И так далее, и так далее. На что можно смело рассчитывать в Infinix Note 30 Pro? Ну, это на беспроводную зарядку железно. На хороший, уверенный процессор, который вам прям позволит, ну, неплохо себя чувствовать в обычной жизни. И в играх себя нормально чувствовать. На камеру, достаточно уверенную. Тоже такую прям хорошую для своей цены. Ну, хорошо прям делает. На фронталку уверенную. Ну, и разумеется, на хорошую, уверенную амалетку вы можете рассчитывать. На что вы не можете рассчитывать? На нормальную видеосъемку. Ну, здесь опять же очевидно было, да, как два пальца. Ну, и на человеческое вибро. Здесь вот оно такое прям оголтелое. Вот, ну, не хватает нормальной вибрулики. Ну, это, наверное, вот прям вот два единственных минуса, которые вот прям можно вот высосать. Вот реально, с нового сегмента там 20-22 тысячи рублей. Можно только высосать эти минусы. Вот примерно как-то так. Пишите ваше мнение в комментариях. Очень интересно будет почитать. Может быть, вы еще какие-то нюансы нашли. Особенно владельцы Infinix Note 30 Pro. Ну, дайте знать. Может быть, что-то там всплыло спустя там 2-3 месяца использования. А также дайте мне знать, пожалуйста, кто считает, что Infinix Note 30 Pro не очень. Какие есть конкуренты? Какие есть альтернативы? Что можно взять за эти деньги лучше, например? Что там с видеосъемкой будет круче? Там 60 FPS будет писаться со стабилизацией. Короче, все это жду от вас в комментариях. Подписывайтесь на канал. Проверяйте, оформлена подписка или нет. Ну и жду вас в следующем видосе. На этом у меня сегодня и все. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok